МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Каждый год в Национальном центре детской травматологии и ортопедии имени Турнера проводят 8 тысяч операций. Я думаю, что в скором времени я снова смогу ходить. 45 тысяч маленьких пациентов приезжают сюда, чтобы встать на ноги. Берись, берись, не сдавайся. Или почувствовать свои пальцы. Вот здесь у нас как раз была рентгеноперационная, вот вход сюда. Но сейчас мы это все демонтировали и будем ее трансформировать в несколько операционных. Нам, конечно, сейчас не хватает количества операционных в связи с увеличившимся количеством пациентов именно с травмами опорно-двигательного аппарата. Ежедневно здесь проводят до 22 операций. Хирургический конвейер, но с душой. За каждым вмешательством стоит большая жизнь маленького пациента. Бывают ли какие-то моменты, когда операционные все абсолютно пусты и свободны? Может быть, 31 декабря, не знаю, 1 января? Ну, практически не бывает. Есть пациенты по экстренным и неотложным показаниям, которые нуждаются в нашей хирургической помощи. В общем, хватает работы? Работа есть всегда. Малыш родился с недоразвитыми кистями. Сергей Галяна соберет его ручки заново. Диме нарастят недостающие фаланги из собственных косточек. В более сложных случаях таким пациентам пересаживают пальцы с ног. Альтернативы всегда есть, в том числе и протезирование пальцев, и некоторые варианты хирургического лечения. Но по-прежнему пересадка пальцев со стоп является наиболее оптимальным вариантом для восстановления пальцев. За 10 лет он трансплантировал детям уже 1300 пальчиков. Каждая такая операция длится 10 часов, а то и больше. Малыши просыпаются с новыми ручками. Такое вот чудо работы хирургов. А вот к операции готовится Павел Буртулёв. У пациента врождённый подвывих правого бедра. Ноги мальчика развиваются по-разному. Надо вернуть суставы на место. Мы будем планировать сейчас самое сложное. Это тройную стеотомиэтазу, то есть коррекцию. Нам необходимо сделать зеркально, то есть симметрично с здоровым суставом. Сделать это с максимальной точностью помогут шаблоны. Приспособления из композитных материалов, по которым, как поликалом, хирург зафиксирует кости в правильном положении. Я думаю, операция пройдёт хорошо и меня вылечат. Пока 11-летнему кости бегать и играть дисплазия тазобедренного сустава не мешает. Но операция необходима. Со временем разница в длине ног станет больше. Появится хромота. У меня будет реабилитация. Я буду ходить в бассейн, делать упражнения. И я должен буду восстановиться. Шаблоны помощники создают на основе снимков компьютерной томографии пациента. А затем отправляют в медицинскую 3D-типографию. Макеты печатают на вот этом 3D-принтере. Для того, чтобы изготовить подобную матрицу, требуется около двух часов. Специальный биосовместимый полимер, который плавится при температуре более 200 градусов. Этого вполне достаточно для того, чтобы простерилизовать деталь перед операцией. Аппарат способен быстро и точно изготовить биополимерные детали нужных размеров. Они предназначены для конкретного пациента. Другому не подойдут. И вот начинается операция. Чтобы ребенок после вмешательства как можно быстрее начал ходить, разрез делают сбоку, со стороны бедра. Прежде чем закрепить суставы, хирург прикладывает макет. И только если все совпало, устанавливает винты и спицы из титана. Мы одновременно этим шаблоном определяем место остеотомии, для того, чтобы сделать правильный запил вертела, не попасть в вертельную ямку, чтобы не повредить сосуды, которые питают головку бедренной кости, чтобы, не дай бог, не нарушить ее кровоснабжение. Потом шаблоны помощники убирают, а мышцы, сухожилия, сосуды и кожу зашивают. Высокие технологии позволяют проводить такие вмешательства максимально быстро и эффективно. Хирурги начали операцию около часа назад и уже заканчивают. Буквально через неделю ребенок уже сможет встать на ноги, правда, пока с помощью костылей. А уже через 6 месяцев будет бегать так же, как и другие здоровые мальчишки. Чтобы юным пациентам и их родителям было максимально комфортно, все исследования и анализы перед операцией проводят здесь же. Весь комплекс диагностического оборудования, включая и лучевую терапию, рентгеновские снимки, компьютерно-томографическое исследование, МРТ-исследование, которое является необходимым с точки зрения комплексной диагностики. Это особенно важно, если операция предстоит редкая, когда нужно знать о ребенке все, чтобы учесть любой нюанс. У травматолога-ортопеда Ольги Агранович впереди ювелирная работа – пересадка мышц. Подопечный Ольги – непоседа Дима Дьяконов. У него артрогриппоз – редкое генетическое заболевание. Пальчики не слушаются. Мальчику трудно удержать в руке даже карандаш или ложку. В садик не могу отдать, потому что он еще не может сам не раздеваться, не одеваться он не может. Вот думаю, сейчас сделают левую ручку, будем начинать учиться раздеваться, одеваться, тогда уже можно будет в садик. Раньше таких пациентов считали безнадежными. Сегодня в центре имени Турнера им помогают. Операция сложная, она заключается в пересадке мышц на сосудах нервов, для того, чтобы восстановить у ребенка отсутствующую функцию сгибания в локтевом суставе. Для этой цели мы будем использовать большую грудную мышцу, она будет выделена, а потом перенесена на предплечье, в позицию двуглавой мышцы плеча. Чем младше малыш, тем лучше. Пересаженные ткани будут расти и развиваться гармонично, а главное – правильно. Пока ребенок маленький, ему легче будет эту новую мышцу переобучить к выполнению новой функции. Три нуля, Викрю, давайте. А если, соответственно, такие операции выполнять уже в старшем возрасте, то процесс реабилитации, он происходит гораздо хуже, нежели чем у ребенка младшего возраста. После хирургического вмешательства первые сутки маленький пациент проводит в реанимации, а на следующий день у него начинается новая жизнь. Привет, дорогой мой. Вот, молодец. Директор центра Сергей Виссарионов лично приходит поддержать ребят. Знает каждого, кто чем болен, когда оперировали и как проходит реабилитация. Здесь у нас находятся роботизированные комплексы – армео и локомат. В частности, это роботизированный комплекс для лечения пациентов с проблемами со стороны нижних конечностей. Любое хирургическое вмешательство в ортопедии, травматологии – лишь треть успеха. Когда работа хирургов заканчивается, начинается совместный труд врачей-реабилитологов и уже их пациентов. Видишь, что? Пять тысяч. Уже пять сорок. Процесс восстановления может занять многие месяцы. Вероника пострадала в ДТП год назад. Девочку ждут тысячи шагов с роботом, прежде чем она встанет на ноги самостоятельно. Берись, берись, не сдавайся. Ламали Алхаев после операции, сделанной 10 лет назад, реабилитировался полностью. Он родился с пороком правой руки и мог стать инвалидом. Ну, рад тебя видеть. Привет. Как дела? Как жизнь молодая? Так, все нормально. Тогда именно Сергей Галяна пересадил ему пальцы с ног. Теперь на каждой стопе у Ламали по четыре пальца. Зато ладонь полноценная. Подвигаем ручкой. Так, все хорошо. Он перенес несколько операций, потребовалось еще и пластика. Долго учился держать в руке кружку, карандаш, работать на компьютере. Качество жизни очень зависит от функционального и эстетического состояния кистей. Потому что кисти, как и лицо, всегда на виду. В благодарность врачам сам решил стать медиком. Поступил в педиатрический университет и регулярно навещает своего доктора. Уже как будущий коллега. В 2022 году Национальному медицинскому исследовательскому центру детской травматологии ортопедии имени Турнера исполнилось 90 лет. Хирурги здесь всегда брались за сложнейшие операции. Делали то, на что другие не решаются. Когда пациенты уходят от них на своих ногах или крепко жмут руку при встрече, это лучшая награда за труд. Продолжение следует...